Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Спрос на жилье после отмены льготной ипотеки может восстанавливаться до двух лет. Так считает член правления Союза строителей Кировской области Дмитрий Сергеев. Мнение он высказал в эфире нашей радиостанции. По его словам, в последние 2-3 месяца на жилье был ажиотнажный спрос. Все пытались вскочить в последний вагон. Естественно, при отмене льготной ипотеки на новостройки, который произошел с 1 июля, будет спад спроса. При оптимистичном раскладе восстановление произойдет в течение полугода, а при пессимистичном – в течение двух лет, прогнозирует Сергеев. Все, по его словам, зависит от ключевой ставки, так как от нее зависит ставка кредитная. При этом цена на жилье может вырасти. Те дома, которые строятся сейчас, будут сданы. Начинать новые объекты застройщики спешить не станут. В результате при упавшем предложении цена на квартиры начнет расти. 20 миллиардов рублей поступило в Кировскую область из федерального бюджета. Это сумма за первое полугодие этого года. И это 51% годового плана от всех поступлений в наш регион из Москвы. Самая большая часть средств направлена на дороги – 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Почти такая же сумма пошла на социальную политику. 1,6 миллиарда на образование, 1,5 миллиарда на здравоохранение. Также поддержку получили такие отрасли, как сельское хозяйство, ЖКХ, культура и другие. Кроме того, поступили дотации, не имеющие целевого назначения – 8 миллиардов 700 миллионов рублей. И они пошли на выплату зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, оплату расходов, связанных с функционированием областных учреждений. В эфире «Экономика». Три конфискованных у кировчан внедорожника отправили на СВО автомобили по суду, забрали у водителей, которые были пойманы пьяными за рулем. По поручению губернатора, совместно со службой судебных приставов, внедорожники в ближайшее время поступят в подразделения, где служат мобилизованные. Как сообщают в правительстве Кировской области, технику будут использовать для доставки грузов и транспортировки раненых. Александр Соколов пообещал расширять такую практику. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».